Всем доброго дня! Сегодня я хотел бы прочитать отрывок из Евангелия от Луки, 13 глава, с 10 по 12 стих. В одной из синагог учил он в субботу, там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал ее и сказал ей, «Женщин, ты освобождаешься от недуга своего». В общем-то, типичный эпизод из земной жизни Иисуса Христа. Мы часто видим его исцеляющим именно в субботу, именно в синагоге. То есть, очень большое количество времени, очень большой процент внимания Иисус уделял именно синагоге, потому что это была та площадка, как бы легальная, удобная площадка для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы доносить истину до своих современников. Сегодня нам, я думаю, тоже нужно пользоваться такими, какими-то приемлемыми, удобными, скажем так, для людей понятными площадками для того, чтобы доносить благую весть. То есть, можно разные способы избирать, и Дух Святой можно нас повести разными способами. Но, мне кажется, одной из важных вех, или одним из важных таких направлений, евангелизации, благовестия, является использование каких-то, ну, общепризнанных, что ли, в том или ином социуме, площадок, средств, форумов, да, таких вот общих мест, куда могли бы люди приходить и в таком вот режиме, скажем, не экстремальном, а более-менее удобоваримом получать возможность соприкосновения с благой вестью. Да, есть, как бы, разные такие моменты в плане евангелизации. Например, можно зайти в троллейбус, трамвай, там, или в какой-либо другой общественный транспорт, и со всей силы возопить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я видел и такое. Ну, в принципе, это тоже вариант, да, но не каждый может это, как бы сказать, использовать или реализовать. И не очень-то удобно это воспринимается, да, или, скажем так, не очень приемлемо для многих звучит, вот такой вид донесения, да, благовествования. Но есть разные виды, да, есть разные способы, опять же, есть разные, скажем так, призвания, есть разные движения Духа Святого. Поэтому я сейчас не смеюсь над этим, я просто пытаюсь показать, что Иисус использовал иногда такие, скажем, общепризнанные форумы, где было принято проповедовать, говорить, делиться, да, и Павел тоже приходил там, по-моему, в Ариапакт, или куда он там, в какое-то народное собрание в Афинах, он посетил, мы с вами знаем, которое было как раз-таки той площадкой, где люди могли высказываться относительно тех или иных вопросов, делиться какими-то мнениями, в том числе затрагивать философские, религиозные вопросы. Иисус здесь как раз в таком амплуа, да, то есть в своей обычной манере, он много чего делал, да, но в том числе и очень значительное время проводил в синагоге, вот на этой общепризнанной площадке, где он делился, да, Евангелием, где он проповедовал, где он учил, и где он исцелял по субботам, да, очень часто вызывая вот этот гнев фарисеев, мы с вами об этом знаем. И здесь, в общем-то, такой типичный эпизод, но он не совсем типичный, потому что я обратил внимание на одно очень такое важное, на мой взгляд, слово, которое меня прям вдохновило, оно выпрыгнуло на меня из текста, да, со страниц Священного Писания. Это слово подозвал в 12 стихе. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего. Подозвал, да, то есть это не она к нему обратилась изначально. Обычно, как мы представляем себе исцеление в служении Иисуса Христа? Толпы страждущих осаждают нашего Господа, да, он там теснится где-то в лодке, где-то отплывает от них, где-то удаляется на какую-то гору, чтобы они его там не раздавили и так далее. То есть мы видим, что инициатива, как правило, исходит от тех людей, которые ищут исцеление. Это они к Господу обращаются, это они его подзывают, да, грубо говоря. Но здесь именно Он проявляет эту инициативу. Он ее увидел и Он ее подозвал. Меня это так трогает, это открывает сердце Господа. Это показывает мне, что я и сегодня, какая бы ни была моя немощь, сколько бы она ни длилась, Господь в определенный момент Он и меня может позвать. Я сейчас не привожу в пример эту картинку в качестве, скажем, такого обязательного алгоритма, который мы должны избирать. Нет, конечно же, нам самим нужно обращаться к Господу, проявлять инициативу и так далее. Но я просто хотел порадоваться вместе с вами этому прекрасному, сострадающему сердцу Иисуса Христа, который нас может заметить, даже если мы к Нему не обращаемся. Просто мы находимся на той территории, где Он сейчас присутствует, да. Он пришел в эту синагогу, а женщина ходила, судя по всему, по обыкновению в эту же самую синагогу, и Иисус ее там заметил. Я не знаю, как там устроено было все в этой синагоге, да, где кто должен был сидеть, но я не думаю, что эта женщина сидела прямо в первых рядах, рядом с кафедрой. Я не думаю. Я думаю, это где-то был задний ряд, где-то какой-то балкон, возможно. Я опять же повторюсь, не знаю порядка того, как это все происходило в синагоге, как это все устроено, да. Но наверняка не на первых местах, да, она сидела, и Он ее увидел там издалека. Он ее подозвал, Он ее вызвал, может быть, наперед сюда, к себе, да, где Он проповедовал там за кафедрой или как. И вот эта инициатива со стороны Господа, вот это Его сострадающее и достигающее свое творение сердце, оно здесь открывается, и я этому радуюсь, и я утешаюсь тем, что и меня Господь однажды может по своей инициативе вот так вот подозвать и какое-то благотворение, да, в моей жизни воспроизвести. Я назвал тему этой нашей небольшой беседы «Срок твоей немощи». Срок или длительность твоей немощи. Вот здесь Иисус показывает, что Он знает этот срок. Он знает, что она страдала 18 лет, да, через слово знания, через откровение, а может быть, просто расспросил ее, но тем не менее, независимо от этого срока давности, да, независимо от длительности вот этого страдания, Он показывает, что все равно, рано или поздно, придет избавление, придет освобождение, придет вот эта отрада, воздействие Господа на нашу жизнь, благотворное воздействие. Я не знаю, в чем сегодня твоя немощь. У меня есть вопросы, которые я не могу разрешить уже долгое количество времени, которые меня терзают, мучают, и я не получаю на них ответ. Может быть, это из-за моей собственной заскорузлости, да, огрубевшего сердца моего, и я это тоже рассматриваю как вариант, и прошу Господа, чтобы мне получить эту чувствительность моего внутреннего человека для того, чтобы воспринимать откровение Божие. Может быть, и так. Может быть, просто еще не пришел тот срок, когда Господь желает открыть или дать ответ на этот волнующий меня вопрос. Какая бы ни была немощь, да, может быть, это физическая, может быть, это духовная, да, или душевная, как я уже сейчас привел пример. Например, Господь знает срок твоей немощи, и независимо от этого срока, я хочу, чтобы мы верили, я сам себя утешаю этой мыслью, обадриваю себя и нас с вами, чтобы мы верили и продолжали приходить туда, где наш Господь находится. Да, может быть, мы сидим на задних рядах, да, может быть, мы не рвемся прям, ну, вперед, выставляя себя как-то или проявляя, да, каким-то определенным образом. Может быть, мы ведем себя скромно, может быть, мы где-то даже излишне скромны, да, это тоже здесь возможен такой вариант, я не исключаю его. Но тем не менее, тем не менее, сердце Господа здесь открывается вот в этой избавляющей, освобождающей милости. Сегодня, может быть, меня тоже что-то корчит, может быть, есть какое-то бремя, да, которое лежит на сердце, может, непонятная какая-то ситуация, терзая, да, или неотвеченный какой-то вопрос, опять же, неважно, я буду приходить туда, где мой Господь. Я буду стараться максимально приблизить себя в Его присутствии, удерживать себя в Его присутствии и рассчитывать на то, что Он, будучи вот таким милосердным, каким я здесь Его вижу, будучи таким сострадательным, будучи таким инициативным, Он сам меня подзовет и избавит, и освободит, и скажет, как этой женщине, ныне ты освобождаешься вот от этой немощи. Здесь же в Евангелии от Луки немножко дальше Он остановит кортеж погребальный, где несли юношу, и там мать убивалась. Он тоже проявляет инициативу, она к нему не обращалась. Он сам увидел, подошел, остановил этот кортеж, прикоснулся к одру, и несущие этот одр остановились, и Он принес вот это освобождение, вот эту радость матери убитой горем. Так же и здесь, с этой женщиной, страдавшей в 18 лет. Он там называет ее дочерью Авраама. Он говорит там дальше о том, что Он знает эту ситуацию, и что Он проникает глубоко вот в эти наши, может быть, болезненные состояния, которые мы испытываем. Я утешаюсь этим. Господь знает мою борьбу. Господь знает, чем я сегодня оприменен. Господь знает, какая немощь в моей жизни присутствует. От чего я сегодня где-то стенаю, и что я хотел бы сбросить с себя. Где я хотел бы выпрямиться. Где я хотел бы стать, наконец, тем способным, сильным, и имеющим все возможности двигаться, трудиться, быть плодотворным, быть результативным, испытывать удовлетворение от того, что я имею в Господе полноценность и значимость. Я думаю, здесь много аспектов. Не только физически, далеко не только физически. Хотя и исцеление здесь тоже подходит. Если кто-то из нас сегодня немощен, если кто-то из нас сегодня болен физически, я верю, нам нужно смотреть на сердце Господа. Не заморачиваться тем, сколько лет, какой срок, какая давность той или иной проблемы. Хотя, когда ты находишься в страдании физическом, когда ты испытываешь болезнь, конечно же, тебе сложно, может быть, логически и рационально рассуждать. Боль, она притупляет восприятие, она искажает реальность. И тебе сложно, может быть, духовно рассуждать правильно, ортодоксально и верно обо всем судить. Но Господь милосердный, но Господь сострадающий, но Господь с огромным щедрым своим сердцем Он устремляется к нам и призывает нас. Он спасает, Он исцеляет и сегодня. И я хочу на это взирать. Да, исцеление – это тоже сложный вопрос, там много разных аспектов, много разных вариантов, много разных нюансов, возможно. Это большая тема. Я просто хочу смотреть на сердце моего Господа. Я просто хочу взирать на внутренность, вот эту прекрасную внутренность Иисуса Христа, когда речь заходит и о физическом исцелении. Сложно, может быть, рассуждать о каких-то богословских моментах, но сердце сострадающее моего Господа я могу здесь видеть, и независимо от моего теологического образования, от моих взглядов на исцеление, я могу проникаться отрадой вот этой христовой любви. Что бы ни происходило в моей жизни, какой бы срок ни был моего страдания, духовного, физического, неважно какого, какой бы длительности ни была моя немощь и мое скорченное состояние, я хочу пребывать там, где пребывает мой Господь. И я хочу смотреть на его сердце, я хочу проникать своим взором веры в его прекрасную внутренность, познавать ее, постигать, исследовать и соединяться с ним. Даже посреди вот этих враждебных и религиозных обстоятельств, которые мы видим в данном отрывке, я не прочитал его весь, потому что вы наверняка прекрасно знаете эту историю. Поэтому да поможет нам Господь пребывать на том месте, где Он бывает. Всегда приводить самих себя в Его присутствие и нашим внутренним взором, пронизывая вот эту толщу неблагоприятных обстоятельств и неприятных симптомов, достигать своим внутренним взором, достигать своей верой созерцание Его красоты, созерцание Его сердца любящего, совершенного, сострадающего, мягкого, чувствительного. Он подозвал ее, Он ее увидел там издалека. Она верно, может быть, на протяжении тех же самых 18 лет приходила в эту синагогу, может быть, и не знала, что Он тут будет в этот день, но она как могла искала этого Божьего присутствия, и Он увидел ее издалека. Сегодня я ободряю себя и вас, не страшиться срока давности, срока своей немощи. Это не имеет значения. Имеет значение наше наличие духовное, да, скажем так, на том месте, на той территории, где бывает Господь, где Он находится и где мы можем с Ним встречаться. В духе, в истине, конечно же, прежде всего. Да поможет нам в этом Господь, преодолевая все неблагоприятные факторы, достигать общения с Ним, потому что Он нас достиг. На кресте Он нас достиг. Он разорвал завесу, Он удалил преграду, разделявшую нас, и Он нас достиг. Он влез в нашу шкуру, грубо говоря, да, и прожил эту земную жизнь. Он знает все, с чем мы сталкиваемся, и Он знает срок наших страданий. Да поможет нам Господь держаться Его верой и созерцать Его красоту. До новых встреч, до новых видео. С Богом!